Теперь давайте обсудим, как выделять многомерные динамические массивы. Мы уже умеем выделять одномерные динамические массивы. Для этого мы использовали как выделение памяти в стиле C, то есть функция malloc и функция colloc, так и выделение памяти в стиле C++. Так как мы изучаем C++, то давайте в дальнейшем использовать выделение памяти в стиле C++. Чтобы выделить динамический одномерный массив int, нам нужно вызвать оператора new, указать тип элементов, которые мы собираемся хранить в массиве, это int, и количество элементов. Соответственно, указатель на элементы этого массива это будет int Теперь давайте определимся, какого типа должен быть указатель на двумерный массив. Пусть m это как раз такой указатель, который соответствует двумерному массиву. Это означает, что если мы запишем выражение m от i и от g, то тип значения этого выражения, которое мы ожидаем, это int. То есть мы ожидаем, что когда мы обратимся к этой строке ижитому столбцу у этого массива, то мы получим значение, соответствующее элементу на пересечении этой строки ижитого столбца. Если говорить точнее, то, конечно, мы ожидаем int ссылку, потому что мы хотим не только читать значение из массива, но также и менять. Давайте вспомним, что означает оператор квадратные скобки. Как я рассказывал в одном из предыдущих сегментов, запись m и эквивалентно следующей записи. Мы берем m как указатель, прибавляем к нему целое число i и разуминовываем. Соответственно, если мы воспользуемся данным определением для выражения m от i и от g, то это выражение будет эквивалентно следующему. Мы берем указатель m от i и прибавляем к нему g, после этого разуминовываем. Для того, чтобы данное выражение имело смысл и тип его был int, для этого m и должно само по себе иметь тип n звездочка. Аналогично применяя это определение оператора квадратные скобки для записи m от i, мы получаем следующее, что так как m от i должно быть указателем на int, то тип самого m должен быть указателем на указатель на int. Более-менее получается логично, что если одномерный массив соответствует указателю на int, то двумерный массив соответствует указателю на int. Чему в такой схеме соответствует значение m от i? Оно соответствует указателю на строку двумерного массива с номером i. Чему соответствует само значение m? Оно соответствует адресу некоторого массива, в котором содержатся указатели на строке массива m. То есть кроме непосредственного массива где-то есть еще отдельный массив для индексации строк. Давайте посмотрим, как это выглядит на примере.